13 деревьев за 10 минут в скорость совместной работы Дианы Морозовой и Николая Крапивянского. Лес будущего высаживают слаженно. Он готовит почву. Она управляется сеянцем. Хотя их знакомству нет и часа. Ну, это называется меч. Он нужен для того, чтобы саженцы, грубо говоря, закапывать в землю. А где вы так мастерски научились им пользоваться? Ну, мы, в принципе, каждый год ездим в такие акции. Меч Колесова – орудие с историей. Изобретен в конце 19 века. С тех пор практически не изменился. Из-за улучшений, пожалуй, только прорезиненные ручки. Вес этого инструмента может варьироваться от 6 до 9 килограмм. То есть он очень тяжелый. Срок службы от 15 лет. Никакого дополнительного техобслуживания он не требует. Несмотря на внушительный вес, Виктория Рыбальченко орудует мечом не хуже постоянных участников акции. Для нее это первый опыт в озеленении. Берем саженец сна. Чуть-чуть в землю. И чуть-чуть дальше отходим, чтобы можно было закопать. В Кубинском лесу на площади треть гектара высаживают сеянцы. Они выращены из семян в нарофаминском питомнике. Выглядят совсем малышами, хотя им уже два года. Высадить мало, говорят специалисты. Это только первый этап лесовосстановления. За этими сеянцами еще будет выполняться уход. Значит, будет проводиться агротехнический уход, чтобы сосна не забивалась травой. Потом будет лесоводственный уход, чтобы она не зарастала прослевыми породами. Акция «Сад памяти», в рамках которой и появился лес будущего, проводится с 2020 года. Тогда решили посадить 27 миллионов деревьев по числу погибших в Великой Отечественной войне. Это число уже давно перевалило за сотню, но ее участники останавливаться не собираются. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».